Безопасность школьного питания Тема, к сожалению, не теряющая своей актуальности Об этом можно судить по новостным заголовкам Как осуществить контроль за пищевой продукцией в столовых школ? Этот вопрос сегодня в центре нашего внимания И эта программа «Наш город» Но вернемся к тревожным новостным заголовкам В начале сентября в Мангистауской области Произошло массовое отравление школьников Все подробности уже известны из СМИ Отметим лишь, что по поручению главы правительства Во всех школьных столовых страны Провели мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Масштабная проверка, безусловно, необходима Однако стоит выяснить, какие же условия нужно создать Чтобы подобное больше никогда не повторилось В поисках ответа на этот вопрос Мы обратились к администрациям нескольких городских школ Которые, между прочим, применяют совершенно разные подходы К управлению столовыми Школа-гимназия эстетического направления В этом учебном заведении своя столовая Приготовлением пищи и обслуживанием Занимаются штатные сотрудники школы А совсем недавно в этих стенах Заработало новое цифровое устройство Расскажите, как устроена новая система Учета питания и посещений? Да, у нас сейчас введена новая система Которая называется Алакан Она подсоединена для регистрации каждого ученика То есть при входе в школу ученик регистрируется Естественно, мы уже понимаем, что ученик находится в школе Затем, когда он посещает столовую Также стоит специальный аппарат Называем Алакан Он проводит, естественно, своей рукой И мы понимаем, что учащийся может спокойно войти И бесплатно получить питание То есть все данные уже заложены в программу И она автоматически показывает статус, скажем так, ученика? Да, все данные заложены И мы все видим уже по программе Что данный ученик присутствует в школе Если данный ученик не прошел регистрацию И проходя, допустим, столовую И уже имеется данная информация, что его нет А вот еще раз, цель в чем заключается этой системы? Цель этой системы заключается в том Что, во-первых, мы всегда знаем Что присутствует ли ученик Точно ли он получит питание в данный момент И, естественно, регистрируем полностью его данные То есть будет лучше видно, скажем так Его, опять-таки, да Скажем так, статус На что он может претендовать и так далее Да, все правильно Будет виден статус на то, что он претендует Что он получит на сегодняшний день Общеобразовательная школа номер 25 Столовую здесь обслуживает частная компания Выигравшая тендер В обязанности предпринимателя Входит закуп продукции Организация работы кухни Организация питания в школе Осуществляется на конкурсной основе И по результатам определяется Поставщик оказания услуг При этом обеспечиваются Соответствующие условия питания Согласно нормативно-правовым актам СЭС Поставщик ежемесячно предоставляет Руководителю учебного заведения Сведения о продуктах питания Используемых для приготовления С приложением всех документов и сертификатов Подтверждающих качество и безопасность продукции Школа ежедневно обеспечивает Размещение информации на интернет-ресурсе В рубрике «Школьное питание» Перспективное меню утверждается Управлением образования А руководитель учреждения Ежедневно утверждает меню С указанием блюд на предстоящий день Размещается меню в столовой И в месте доступа для родителей Также создается комиссия По мониторингу качества питания С участием представителя Попечительского совета Родительского комитета Администрации школы И медицинского работника В задачи комиссии входит Мониторинг качества продуктов питания Качество приготовления блюд Исправность оборудования Соблюдение сроков хранения Доставки продуктов И соответствие меню Сам по себе Чек-лист контроля за организацией Школьного питания Включает в себя множество требований Это, к примеру, установление Продолжительности перемены Для учащихся Или ведение журналов учета Есть и требования к работе пищеблока Это соблюдение проектной мощности Исправности системы водоснабжения Теплоснабжения или вентиляции Наличие персонала Медицинских книжек С отметкой о прохождении Медосмотров И так далее В чек-лист входит и анализ меню А это и разнообразие Используемых продуктов И фактически вес порций Ну и пользуясь кулинарной метафорой Вишенка на торте Проверка качества продуктов питания Здесь требования касаются Срока годности продукции Условий хранения Наличие сопроводительных документов И соблюдение температурного режима Но отметим, что это лишь Часть огромного комплекса Всех предписаний и норм Им и стоит уделить Максимум нашего внимания Ведь это напрямую Касается безопасности школьников Вопрос безопасности питания Он ключевой В данной сфере В данном вопросе Как проверяется Качество продуктов Которые используются Уже при приготовлении пищи в столовой Естественно Безопасность питания Это прежде всего Потому что мы работаем с учащимися И о безопасности У нас, естественно, есть работники столовой Которые разделены по должностям Каждый, кто осуществляет прием Допустим, продуктов питания Когда осуществляются госзакупки Мы получаем продукты Проверка идет по качеству По сроку изготовления Все фиксируется Принимает ответственный работник И, естественно, составляет определенную документацию Все это проверяется на наличии качества И затем, естественно, это вступает уже непосредственно В работу меню Уже при составлении пищи и так далее Срок годности Вот тоже отдельный момент Он как проверяется уже в дальнейшем? Ну, это при, допустим, заключении договора С поставщиками Здесь все документировано И есть какие-то определенные единицы По которым и рассматривается данная продукция Это у них свои индикаторы Есть определенные По которым мы и отслеживаем Вопрос ключевой для нашей передачи сегодня Это то, как проходит, осуществляется контроль За школьным питанием За тем, чтобы ученики не пострадали В случае некачественной продукции Ну, и так далее, и так далее Вот, каков алгоритм контроля? Ну, я еще раз напомню, да Что существует приказ 131 Который дает нам возможность Контролировать здоровье сотрудников Которые работают на территории школьной столовой То есть, значит, сотрудники Которые работают в школьной столовой Они проходят медицинский осмотр Обязательно у них есть допуск к работе И нормы санминимума необходимые Для того, чтобы они получили допуск Для работы в столовой Далее в школе ежегодно Издается приказ О, значит, создании брокеражной комиссии В создание брокеражной комиссии Входит заместитель директора По воспитательной работе Непосредственно медик Наша медсестра И, значит, социальный педагог И обязательно присутствие родителей Либо родительского комитета Один представитель приходит Либо член попечительского совета школы Работники столовые Буквально, действительно, ключевые В данном случае люди Потому что мы знаем, что Те случаи отравлений, которые были совсем недавно То огромная ответственность И вина лежит именно на сотрудниках Соответственно Вот здесь вновь вопрос Какую проверку проходят сотрудники Для того, чтобы работать В течение полгода Каждый сотрудник столовой Проходит медицинский осмотр Естественно, они сдают все это В нашу медицинскую службу Все это контролируется Фиксируется С момента даты прохождения Проходит определенное время И работник столовой Обязан пройти медицинский осмотр Контроль, естественно, не только Медицинским работникам осуществляется Но и администрация школы Мы за этим следим очень четко В отдельных случаях, где были зафиксированы случаи отравления Присутствовал подлог меддокументов Вот как этот момент не допустить? Ну, на самом деле То, что касается подлога Это не касается нашей школьной организации Потому что у нас с документацией все четко Все серьезно У нас директор школы Очень ответственно подходит к этому вопросу Потому что при начале учебного года Сразу же начинается работа Именно с работой столовой И полностью работа социальных педагогов Работа завхоза Они в комплексе осуществляют проверку Деятельность, чтобы уже к началу учебного года Подготовить весь процесс Деятельности столовой Поэтому и бухгалтерия И администрация Рассматривают все моменты Что здесь у нас не может быть такого Связанное с такой ситуацией Чуть подробнее Как проходит отбор сотрудников И насколько серьезно проверяются их документы? Ну, организация школьного питания Основывается на приказе 598 На основе конкурсной комиссии То есть на основе конкурса Который объявляет школа Мы, значит, находим того организатора Который будет на территории нашей школы Обеспечивать, значит, горячее питание То есть это подрядная организация Которая, вот эта организация горячего питания Занимается в школе Далее, значит, контроль сотрудников Осуществляют они То есть набор сотрудников Контроль медицинских книжек Значит, допуска к работе И, соответственно, наша медсестра Перед началом работы Обязательно перед тем, как С сентября месяца начинает работать столовая Она тоже смотрит медицинские книжки Наличие допуска к работе И наличие сам минимума То есть наша медсестра Это обязательно контролирует В эпоху массового развития фастфуда Родителям приходится серьезно задуматься О том, как сделать питание своих детей Максимально полезным Та же задача автоматически ложится На плечи администрации школ И работников столовых Как бы это ни звучало просто Задача эта далеко не тривиальна Важно не просто обеспечить Калорийность пищи Обогащая ее необходимыми белками Витаминами или аминокислотами Необходимо сделать так Чтобы блюдо, подаваемое ученику Было максимально вкусным И могло составить конкуренцию Вредной для здоровья выпечки Меню, естественно Получается то, что В начале учебного года Специальная Создается комиссия Где в состав комиссии Входит, естественно Социальный педагог Дед, сестра И стараются подобрать Именно различный Рацион в меню Для того, чтобы Каждый ребенок Учащийся получил Такой многовитаминный комплекс И поэтому мы стараемся Просмотреть Посоветоваться И, естественно На своих данных Составить достаточно Такое продуктивное меню То есть меню может меняться Получается? Меняется Оно меняется То есть оно ежедневно Меняется каждый день Мы имеем в наличии Разные виды Естественно У нас есть И то, что касается Супов Вторых блюд Компотов Различной выпечки И это получается В течение всей недели Разное меню ежедневно В этом случае При питании Какое-то есть взаимодействие С медкабинетом При школе Потому что, может быть Ученики могут жаловаться На какое-то недомогание Допустим Вот здесь Какая существует взаимосвязь? Взаимосвязь Очень такая тесная Потому что Если возникают сложности Если физиологический ребенок Чувствует какое-то недомогание Естественно У нас сразу же В эту работу Включается медицинская сестра Она просматривает Осматривает ситуацию И, естественно Находит причину В чем была причина Такого недомогания Учащимася Потом я думаю Что, наверное У многих детей Есть определенные диагнозы И они указаны В медкартах детей Да, диагнозы есть У нас есть определенные столы По которым ребенок питается Это в начале года Опять-таки Сдается все Медицинский кабинет Со стороны родителей Потом То, что касается Социального педагога Она по классам Рассматривает Ведет беседу С классными руководителями И мы получаем Полную информацию О том, что Данная категория учеников Они питаются По определенному столу Двухнедельное меню Разрабатывается Значит Управлением образования На основе этого Двухнедельного меню Составляется Каждодневное меню Для школьников В медкабинет Часто ли приходится Работать Допустим С отдельными заболеваниями Учеников Связанные Да, с питанием Вот здесь тоже Какое внимание Этому уделяется Ну Ну Жалок таких Чтобы, например Дети как-то пострадали От питания В школе В нашей школе Таких случаев Не было Потому что Я еще раз повторюсь Да У нас школьный министра Который работает На протяжении Уже более 20 лет В этой школе Поэтому она Свою работу знает Контроль она Осуществляет Пробы она берет Очень так Тщательно Она следит Вообще За всем вот этим Процессом Который Происходит На территории Значит там Где готовят Горячую еду И поэтому Я думаю Что вот Именно вот эта Командная работа Администрации Школы Медицинского персонала И непосредственно Команда поваров Которые работают В нашей школе Мы добиваемся Таких результатов Что проблем у нас По Вот каким-то Заболеваниям Связанной С столовой У нас нет Поставщики Возможно Самое слабое звено Всей системы Школьного питания К сожалению Что называется Напороться На недобросовестного Предпринимателя Вполне возможно Но как минимизировать Подобные риски Об этом мы вновь Спросили наших Визави Насколько часто Меняются подрядчики Или вы работаете Постоянно С Скажем так С людьми Которые уже себя Зарекомендовали Поделитесь этим Ну еще раз Скажу Что школа Значит Самостоятельно Не выбирает Это проходит Конкурс Значит Школа Объявляет Конкурс На Значит Организацию Услуг По Осуществлению Горячего питания В школе Затем По Значит Тем Нормам Которые Должны быть То есть Они Предоставляют Соответствующие Документы Которые Комиссия Рассматривает И на основе Рассмотрения На основе Протокола Определяется Поставщик Услуг Горячего питания Ну то что касается Поставщиков Мы Именно Находим Наиболее Лучший Вариант Наиболее Удобный Вариант И Те поставщики Которые Более Надежные С которыми Мы уже Работаем В течение Определенного Периода Времени Которые Себя Зарекомендовали Очень Положительно Такими Мы Оставляем Свою Как бы Помним, что департамент санитарно-эпидемиологического контроля Провел мониторинг В 354 столовых И 12 буфетах На эту тему В конце сентября Состоялся и брифинг В итоге были выявлены Следующие нарушения Несвоевременное Заполнение Журналов Осмотра Сотрудников Отсутствие Маркировки Инвентаря Предназначенного Для контакта С пищевыми продуктами Отсутствие Органолептического Контроля И просроченные Суточные пробы От каждой Готовой продукции Результаты проверок Очевидно Только добавляют Тревожные нотки К вопросу Качественного Школьного питания Чтобы избежать Вот проблему Отравления детей Вот на ваш взгляд Какая система Контроля Безопасности Должна присутствовать В школе Вот на что нужно Обращать внимание Администрации И тем Кто отвечает За столовую Конечно Это ежедневная Проверка Ежедневный Анализ Как составляется Продукция Где была Закуплена Продукция Какого качества В какой период Времени Мы Работаем Непосредственно С работниками Кухни У нас Именно Директор школы Активно Проводит Эту деятельность С самого начала Дня Ей важно Для того Чтобы каждый Ребенок Получил правильное Полноценное Питание Ну естественно Качественное Безопасное Поэтому Узнается Информируется Проверяется Документация Проверяется Наличие продукции Как допустим Упаковывается Как идет Изготовление Такого или иного Блюда Вопрос может быть Уже профилактики Вот как сделать так Чтобы в школах Действительно Была Реализована Безопасная Политика Питания Что Какие ключевые Для этого Необходимо Делать Шаги И Каким Должен Будь Мониторинг В таком Случае Ну во-первых Первое Ежедневно Значит Директором Школы Подписывается Меню То есть Каждодневное Меню Которое Значит Подписывает Директор Школы Это Это Меню Вывешивается Обязательно В столовой Обязательно Мы Вывешиваем Это Объявление Значит На сайте Школы И В электронной Системе Кунделик То есть Родители Также Могут Ежедневно Отслеживать Что Ребенок Кушает Сегодня Какой Громаж Продукции И так Далее Далее Значит С утра Когда Продукция Уже Блюда Готовы Обязательно Медицинская Сестра У нее Есть Брокеражный Журнал Она Проходит Значит На Территорию Там Где Приготавливают Еду Она Проходит Берет Пробы Еды Значит Пробует Это И Значит Как бы Дает Добро На то Чтобы Дети Начинали Питаться Вот Далее Значит Существует Брокеражная Комиссия Которая Мониторит Делает Постоянный Ежемесячный Мониторинг Организация Горячего Питания В школах Совсем Не Является Серой Зоной В которой Могут Не Действовать К примеру Нормы Санитарно-эпидемиологического Контроля Все-таки Эта сфера Контролируется Вопрос Только Как И Насколько Добросовестно Очевидно Что Резонанс Вокруг Случа Отравления Заставит Многих Представителей Сферы Питания Задуматься А стоит Ли Закрывать Глаза На Очевидные Нарушения В работе Продолжение следует...